Ну держись, ребята! Вертайте назад зайцев, а то вам собака все задницы пообкусывает. Ко мне Мухтар. Советский художественный фильм, созданный на студии Мосфильм в 1964 году по повести Израиля Мэттера «Мурат» в 1961 году, позже переиздававшийся под названием «Мухтар», о взаимной преданности лейтенанта милиции и овчарки по кличке Мухтар, самоотверженный пёс, готовый жизнью заплатить за любовь, выручая от младшего лейтенанта милиции Николая Глазычева в опасных ситуациях. Однажды писатель Израиль Мэттер побывал в музее Ленинградского уголовного розыска и увидел там чучело овчарки. Заинтересовавшись необычным экспонатом, писатель выяснил, что это Султан, легендарный милицейский пёс, который участвовал в задержании более тысячи преступников и нашёл похищенное имущество на сумму примерно в 3 миллиона рублей. Султан работал во время блокады Ленинграда, его дважды ранили преступники, а когда пёс уже не мог выполнять служебные обязанности, его забрал к себе майор Пётр Бушмин. Любитель собак Мэттер познакомился с майором и тот рассказал ему о жизни Султана и о роли кинологов в разыскной работе. Так появилась повесть Мухтар и сценарий будущего фильма. На съёмочную площадку фильма «Ко мне Мухтар» Юрий Никулин попал благодаря автору повести, по которой снят фильм. Именно Израиль Мэттер после пересмотра фильма «Когда деревья были большими» предложил кандидатуру Никулина режиссёру. Тот согласился попробовать, хотя к тому времени на роль уже был утверждён другой актёр. Семён Туманов встретился с Юрием Владимировичем и для начала спросил его, любит ли он животных, а в частности собак. Получил утвердительный ответ. Он предложил ему роль милиционера Глазычева. «Но я не могу играть милиционера», – услышал он в ответ. «Вы что, не любите милицию?» «Да нет», – ответил Никулин, – «но посудите сами, какое я имею право играть милиционера, если в двух последних фильмах снимался в роли жуликов». Ну а дальше пошла подготовка. Никулину выдавали форму, которую он носил даже на улице, чтобы привыкнуть. По утрам он ездил в собачий питомник, кормил собак, несколько раз даже выезжал на настоящей милицейской операции. За ним был закреплен в качестве консультанта, герой Советского Союза, капитан милиции Сергей Семенович Подушкин, который серьезно и основательно готовил актера к новой роли. «Я чуть не издох без тебя. Сейчас мы поедем с тобой домой. Кажется, я в чем-то виноват. Но ведь ты самая добрая, самая умная». На роль Мухтара сначала взяли трех собак. Урал и Байкал были уже опытными сотрудниками Министерства внутренних дел СССР. А третьего Псакина студия Мосфильм приобрела незадолго до начала съемок. Он был молодым и необученным. К тому же оказался излишне игривым. Поэтому его снимали только тогда, когда надо было подчеркнуть юный возраст Мухтара. Вышкаленные овчарки играли взрослого Мухтара, который уже прошел курс дрессировки и стал настоящей служебной собакой. Вот только когда пришло время съемок, они оказались под угрозой срыва. Собаки, которые выполняли любые команды, наотрез отказались сниматься после включения освещения ветродуя, имитирующего снежный буран. И тогда кто-то вспомнил, что не так давно киевский инженер предлагал для съемок своего умнейшего пса. Так как ситуация была практически безвыходной, решили пригласить их на пробы и не прогадали. Пес Дейк был умнейшим и главное, и ухом не повел в сторону ревущего ветродуя. «Хозяин собаки, Михаил Давидович Длигач, в самом начале обратился к Никулину с необычной просьбой. Я прошу, чтобы вы называли меня просто Мишей, а я вас Юрой. Нужно об этом договориться сразу, и не потому, что я хочу быть с вами на короткой ноге. Это нужно для него», – он кивнул на овчарку. «И будем на ты. Собака сразу должна узнать твое имя. Юрий Владимирович ей трудно запомнить. Когда ты будешь называть меня Мишей, она поймет, что ты обращаешься ко мне. И еще, не предлагай ему никакой еды, и не зови его, а то он на тебя бросится». Вот как вспоминал эти съемки сам Юрий Владимирович Никулин. «С первых минут знакомства я понял, что Михаил Длигач относится к своей собаке как к человеку. Он не сомневался в том, что она понимает все, о чем говорят люди. В то же время я заметил, что собака действительно мгновенно выполняет любую его команду, реагирует на интонации голоса. Я понимал, что меня просили ничего не давать собаке, но все-таки вытащил кусок колбасы из портфеля и посмотрел на пса. Тот, естественно, повернулся в мою сторону. Взглянул на колбасу, потом мельком на меня и отвернулся. Колбасу я съел сам. На студии продолжали снимать сцены без участия собаки. Но тем не менее, чтобы Дейк ко мне пристепенно привык, его приводили в павильон. По ходу сцены я сидел за столом, а Михаил Длигач говорил Дейку «сидеть с Юрой». Пес подходил ко мне и садился рядом. «Пусть он посидит с тобой», – говорил Длигач. «Не важно, что он не снимается. Вам необходимо привыкнуть друг к другу. Дейк запомнит твой запах. Постепенно будет считать себя своим. Ведь вам во многих сценах придется быть рядом». Летом, когда уже проводили досъемки фильма, семья Никулина уехала на дачу. И Юрий Владимирович пригласил Длигача приехать с Дейком к себе. Как-то около пяти часов утра сквозь сон я услышал, как Дейк, стуча по паркету лапами, вошел в мою комнату и начал стаскивать с меня одеяло. «С про Сони я ничего не понял. Что тебе надо?» – спросил я собаку. Дейк посмотрел на меня и повернул морду к окну. Я понял, что собака просится погулять. «Надо же», – подумал я. Хозяин спит рядом, а она пришла за мной. Мне стало приятно. Я встал, быстро оделся и вывел Дейка на улицу. С тех пор Дейк каждое утро будил меня. И мы шли с ним гулять. Когда съемки фильма закончились, Никулин, который очень привязался к Дейку, сказал Длегачу, что собака его полюбила больше, чем хозяина. Длегач удивился. «С чего ты взял?» «А с того, что три последние недели Дейк каждое утро будил меня и просил, чтобы я с ним шел погулять. Хотя ты, хозяин, спал в соседней комнате». Длегач засмеялся и сказал. «Так вот знай, каждое утро он будил меня, а я ему говорил. Иди к Юре, он с тобой погуляет». В сцене, где Мухтар бросался на свою бывшую хозяйку, вместо Аллы Ларионовой снимали дублершу. Девушку обмотали войлоком, надели поверх толстую шубу и выпустили Дейка. Наблюдашись за съемками Ларионовой, работа дублерши не понравилась. И она все-таки настояла на своем участии. Дрессировщик так переживал за актрису, что бросался оттаскивать собаку на середине сцены и испортил четыре дубля. На пятый раз режиссер попросил ассистентов держать дрессировщика до тех пор, пока не будет дана отмашка. Помощником звукооператора работал молодой актер Олег Шкловский. Когда искали актера, которые согласятся подвергнуться нападению служебной собаки, многие отказывались. А Шкловский вызывался добровольцем. Он сыграл эпизодическую роль преступника, укравшего окорок из магазина. Оказалось, что актер боялся совершенно напрасно. На съемках собака все равно пробегала мимо бандита. В конце концов, сцену решили не переснимать, так как действие все равно происходило в темноте. Кому действительно не повезло с собаками, так это льву Дурову. Актер играл рецидивиста рыбу, которого должен был задержать пес. Мухтара в этой сцене играл Байкал, который отличался суровым нравом, и однажды на задержании серьезно покрыт человека. Дурова он воспринял как настоящего преступника. Сбил с ног, вцепился, начал таскать под земле и подбираться к горлу. Актер попытался сунуть ему в пасть защитный рукав, но Байкал его отшвырнул. Все происходило буквально с секунды, но когда собаку оттащили, на Дурове, по его воспоминаниям, остались только трусы да валенки и шрам на ноги на память о съемках. Для съемок финала фильма, когда Мухтар приходит в себя после ранения, собаке надо было придать больной вид. К лапе привязали кусочек проволоки, которая слегка покалывала при хозьбе, и пилу обмотали бинтами, а шерсть намазали вишневым сиропом, чтобы она выглядела свалявшейся. После выхода фильма, кличка обрела небывалую популярность, Мухтары всех пород были почти в каждом дворе. Юрию Никулину стали дарить щенков служебных собак, и он не знал, как уговорить собаководов этого не делать. Актер шутил, что пора снимать вторую часть и назвать ее «От меня Мухтар». Дорогие друзья, для канала важна ваша поддержка. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Если хотите поддержать канал финансово, ссылка в описании. С вами не прощаюсь и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok